Всем привет! Доброго времени суток! С вами Татьяна в кадре книга «Подольск. Жар-то лето 1959 года. Александр Боярский». Видео посвящено книге автором, который является Боярский Александр Григорьевич. Родился в 1954 году в Подольске. В 1981 году закончил МГИК. В 1989 высший режиссерский курс ТВ. Режиссер. С 1987 года работал на Первом канале ТВ. Снимал как режиссер программу «С утра пораньше», пока все дома. «Спокой ночи, малыши». С 1999 по 2009 работал в ТВЦ «Кварц». Снимал документальные фильмы и телепередачи с актерами кино «Визитная карточка. Лауреат телефестиваля «Братина» за фильмы «Несравненные Анастасии» и «Мой город детства». Вот там дальше есть про него еще текст. Откуда у меня эта книга? Так как на день города Подольска нас пригласили в библиотеку в самом Подольске на встречу с автором. И вот эту книгу мне подарил. Вот надпись Татьяне на добрую память от автора. Вот я очень довольна, что сходила на встречу с интересного человека, послушала. И вот книга эта. Вчера у меня был первый выходной, я ее начала читать и прочитала почти половину. Подольское лето 1959 года. Вот этот год я подумала, чем меня можно заинтересовать. Потом я так посчитала, посчитала моим родителям, моей маме. В этом году должно быть примерно 17-18 лет. Как же они жили, историю своих родителей. Значит, в этой книге документально-краеведческая повесть. Посвящена городу Подольск. В ней рассказывается о культурной и бытовой жизни подольчан в конце 50-х. Об улицах, скверах, отдыхе, спортивных мероприятиях, клубах и летних кинотеатрах. О песнях и танцах, которые были популярны те годы. О любимых кинофильмах и горожанах. Книги впервые столь подробно описаны социально-исторический и общественно-бытовой плас жизни того времени. 248 страниц с иллюстрациями. Книга с иллюстрациями. В ней много фотографий. Сперва я ее пролистаю. Вот мне. Я такой человек, которому фотографии и картинки очень нравятся. Вот такое мое устройство. И если книга с такими фотографиями, вот здесь под фото, подпись. Красные ряды, плантовой магазин номер 15. Когда-то там было. Вот так. То мне очень нравится. Потому что сперва я могу ее пролистать, посмотреть фото, прочитать надписи в радиомагазине на Ревпроспекте. Как журнал. Как журнал. Значит, цветные фото. Халатик с дракончиком. Там термос, кеды. Значит, такие плакаты, посвященные модным платьям для женщин. Ага. Значит, черно-белое фото из тех времен, когда была распространена черно-белая фотография. Плакаты советских времен. Неподдающийся. Фильм был такой. Дальше. Листаем. Мне просто понравилось ее читать. Я вчера такая уставшая. После каких-то домашних дел. Лежа. Начала читать. И половину осилила. Ну, еще сегодня утром читала. Поэтому я делюсь, что книга заслуживает внимания. Значит, фото Марина. Ой, убегает страничка. Сейчас буду стараться придерживать. Марина Влади. В фильме «Колдунья» 1956 года. Ее первая роль в кино. Так, дальше. Ага. Здесь она более узнаваемая для современного человека. Ее внешний вид Марина Влади. Так. Приемник, наверное, вот этот радиоприемник изображен. Так. На берегу Пахры. Ну, река Пахра протекает через город Подольск. И в то время люди ходили на реку Пахру отдыхать. Вот. Капитанский мостик в городском парке. От москвича до вятки. Таким зеленым был в Ревпроспект 50-е годы. Классно. Это прям деревья. Были в таком большом количестве. Тени давали. Озоны. Все, что положено. Деревья в человеку. Ну, по-моему, сейчас в Подольске хорошо с изделениями. В нашем микрорайоне вот окошко. Вот. Мне нравится. И там деревья около домов. Сейчас осень. Видно, да? Желтые. Вот. Так как месяц октябрь. А с вами мокрый после дождя ночи. Прошел дождичек. Умывается. Ладно. Вернемся. Книги. Значит. Машины. На фото. Такие машины тогда были. Автомобили. Автомобили все заполонили сейчас. А тогда только это начиналось. Вот. Волга. Ах, вот она. Волга. Тех времен. Красавица. Машина. Вот. Мотороллер Вятка. Это тогда было модно. Кататься на мотороллере. Для молодежи тех времен. Вот он. Без шлема. Без ничего. В те времена попроще всего было. Едет. Как детки выглядят. Как для подростка. Вот этот мотороллер. Значит. Вот так и было. В основном молодежь старалась покататься. Вот парень молодой. В тех лет. На Ревпроспекте. Ревпосплект. В Подольске. Это как Бродвей. Улица такая центральная. Она и сейчас так называется. А на этой Флойде машинка Зингер. Зингер. Их здесь сделали в Подольске. Подольчанки. На Ревпроспекте. Женщина. Ну хорошо, что и тогда в платьях ходили. Вот так была одежда для женщин. Вот. Ткани. Ткани. Ну. Пятьдесятые годы. Пятьдесят девятые. Только что закончилась. Недавно совсем тем временем. Великая очистная война. Вот. Устанавливалась мирная жизнь. Люди начинали зарабатывать деньги. И хотелось, конечно, вот это. Благополучие. Одеваться. В том числе и обуваться. То есть какие-то платья какие-то вот покрасившие. Перчатки. Вот. Перчаточки и тогда носили. Тогда было просто модно вот такие носить. А сейчас из-за пандемии какое-то время сделали обязательное ношение перчатки. Рекомендуют. Вот. Я-то сама ношу перчатки. Люблю это дело. Независимо от того, что кто-то сказал носить, а потом не носить. Я хочу носить. Я ношу перчатки на работе. Или когда похолодало. Вот. В перчатках. О. В этом кадре опять машина. Зенгер. Школьницы. Примодняются. Ну, форма мне, конечно, никогда не нравилась. Вот эта темно-коричневая платья для девочек. Черный фартек. Полностью цвета темные для девочек. Вот я сама бы мне пришлось в школьную воду такую форму носить. Ну, вспоминаю с неприятностью об этом. Вот платьица светленькое. Они примеряют, когда после школы можно. Это еще куда не шло. Так. Так, черное-белое. Вот это магазины. Вот тех времен. А это вот. Ну, вот, пожалуйста, платье. Тут розовое, голубое. Какое-то, как серебристое. Зеленое. Ну, зеленое вообще супер. Это вообще вот, как бы под цвет моих глаз пошло бы такое. Ну, вот это я понимаю. Расцветка нормальная для девушек, для женщин. Вот. Центральный вход в городской парк. Парк имеется в виду имени Талалихина. Ну, сейчас начал так листать. И я это вот, как бы, фото показываю и комментирую. И здесь только 47-я страница. Вот, как много фотографий. Какие молодцы авторы, издатели. Вот, как хорошо книгу приготовили. Ну, таких людей, как я, мне, чего попроще, то получше воспринимается. Вот. То есть, с картинками это, я считаю, попроще. Сперва мы картинки посмотрим. А уже потом и текст начнем читать. Фанцевальная веранда. Катер Талалихин в то время, как катер по реке катался. И в честь того самого летчика. Это герои Великой Отечественной войны. Талалихин назвали катер. Гинна Пахру и Дубровицы. Вот здесь. Вот здесь. Ну, у меня уже набежало 10 минут на ролике, товарищи. Давайте я остановлюсь. Давайте я остановлюсь. Сейчас. И второй сделаю. Потому что у меня возможности на телефоне пока. Вот. Из-за возможностей технических останавливаем в виде запись. А потом сделаем еще один ролик. Вот. Страница 60. Страница 60. Продолжим. Так. Первая часть ролика про книгу. Подольщий жаркое лето 1959 года. Заканчиваем. Продолжение следует.